и вертухаи так называемые. Потом перешел дальше к революции большевики, белогвардейцы. И нету места православному человеку в истину на христианину евангельскому. Ни у красных, ни у белых. Больше звезд, конечно, творили красные, но и белые тоже занимались убийствами. Хотя и с Богом они это все делали. Но с Богом и вся Россия 800 лет до этого войны устраивала. А нужно быть истинным христианином, который будет исполнять заповеди Христовы. А ведь самое главное заповедь возлюбить ближнего своего, как самого себя. И даже к этой любви относятся и враги тоже, которых надо любить, благословлять, а не проклинать. Поить, кормить, вытаскивать их с животных, если они упали в яму. И делать разные другие милости. Злотауц говорит конечно хорошо, когда там врага вот остановить. Но еще лучше, если враг станет твоим другом. А для этого что нужно делать? Конечно, самому нужно идти. Нужно встать, как говорил тогда еще митрополит Кирилл в 2003 году в газете Труд писал. Батюшкам затянуть пояса и выходить на перекрестки, к изгородям, как говорил Христос, и в души еще тех людей, которые не успели погибнуть в этом мире, любодельным и грешам. Испытывайте, наблюдайте и за домом нечестивого, и знайте, как помогает, как спасает Христос в Евангелии. Испытаем пятая глава, тринадцатый стих. Все же обнаруживаемое делается явным от света, и все делающееся явным, есть — цвет есть, толкование. Сказав, что вы свет, а свет обличает, скрывающийся во тьме, он присовокупляет Итак, если вы будете добродетельными, то не в состоянии будут скрываться лукавые Ибо как при свете светильника не вошел бы вор, так при свете ваши добродетели будут уловлены и те Особенно если они обличены вашими наставительными речами Так рано, когда закрыто, не допускает никакого врачевания, так и грех Когда же будет обнаружено, то становится светом не сам грех, а делающий его Ибо когда подвергшись обличению, принесет он покаяние и получит прощение Не удалится ли от него тьма? Или же говорит, что ваша жизнь, когда она открыта, есть свет? Потому что никто не скрывает своей незазорной веры и деятельности А тайная, потому и скрывается, что она достойность мы Это-то и нужно выводить наружу и обличать Ну а практически как это, выводить наружу и обличать? Вот то, что Игнатий Тихонович предлагает священникам покаянных 24 пункта Это обличение? Это выведение в свет человеку? Конечно, мы не можем Значит, проповедовать надо, идти к людям Это тоже самое получается А иначе, что ты еще будешь делать? Ну даже милостыню ты будешь давать Если ты слово доброе не сказал, а милостыня, она не каждый раз бывает материальная Она есть и духовная, и духовная даже больше Христос не сказал, идите и давайте там всем деньги или что А последние слова, научите, научите все народы А чему научат? Ну, Евангелие, естественно Да еще и крестьяне Во имя Отца и Сына и Святаго Духа У нас ни крещения, ни научения нету сейчас Ефесянам 5.14 Там Игнат Тихнич вышел, Сережа Да, я вижу, да Вопрос отдай Он и вышел, и пока ушел Продолжим Ефесянам 5.14 Посему сказано Стань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос Толкование Спящим и мертвым называют человека, живущего во греха Ибо он и смраден, как мертвый, и бездействен, как спящий, и грезит, и воображает призрачное Когда же пробудится кто от греха, когда осветит его Христос То есть воссияет для него, как и солнце для тех, которые пробудились от сна Пока же находится во грехах, он ненавидит свет и не приходит к нему И не относительно неверующих только говорит это, но и о верующих Можешь найти и различия между спящим и мертвым Многие, делающие зло, но не одобряющие делаемого Могли бы быть названы спящими Они легко пробуждаются И к ним-то относится выражение восстань А другие, которые делают зло и оправдывают его Могли бы быть названы мертвыми Так как их труднее воззвать к добру Однако и к ним взывает слово, чтобы они восстали Ибо не должно отчаиваться относительно возможностей изменения природы Еще есть место Писания про мертвеца, говорит Брат твой был мертвый, а жил, пропадал и нашелся О блудном сыне, говорится То есть человек, который вообще не знал ничего духовного И Христос его воскрешает Ну как это? Это через веру человека Человек как-то находит веру или путь к вере А Господь ему дальше помогает Без Христа невозможно обрести веру Веру дает Христос Но человек, ничего не делая, как лежачий камень Ему веры никакой не будет Надо как Никодим Который ночью, ну приходил узнавать у Христа Вопросы, которые его интересовали А он был старик уже Он был опытный учитель Еврейского народа Уж по гордости великой, как говорится, фарисейской Мог бы и не прийти А он шел, узнавал Вот так же и любая душа человеческая Если хочешь прийти ко Христу Начинай все узнавать Через Евангелие Через Слово Божие, Библию, Ветхий Завет И Господь обязательно откроет Если ты будешь не любопытный человек А любознательный Интересующийся Господь обязательно откроет Молиться еще нужно Хотя бы своими словами Возвать Господу Вот так было со мной Когда-то И в 92-м году Через 4 года, как я обрел Библию Говорит, дал мне Господь ее И Господь дал мне веру в себя Ефесянам 5.15 Итак, смотрите Поступайте осторожно Не как неразумные Но как мудрые Толкования Опять предостерегаясь от горечи и гнева Как вы говорите Вы, овцы посреди волков Многие лобствуют против вас Даже свои домашние Смотрите Никому не давайте повода ко вражде Кроме веры Пусть никто ни в чем другом вас не обвиняет Но оказывайте почтение и всякое послушание там Где нет вреда для веры И будьте как голуби Ибо в том состоит мудрость Или благоразумие Чтобы сохранить себя чистыми И никому не мстить Вопрос Ефесянам 5.16 Дорожа времени Потому что дни лукавые Нет, это толкование Не изворотливости учит нас Но поскольку, говорит, время не ваше И вы, пришельцы, странники и посторонние То не ищите чести и славы Не отмщения Но все переносите И этим искупайте время Все отдавайте Чего бы от вас не потребовали Подобно тому, как богач Видя нападающих на него С целью лишить его жизни Все отдает и спасает себя Так и вы Все отдайте, чтобы спасти главное То есть веру Не сущность дней порицает Ибо сущность дня свет Конечно и часы А в них что лукавого Но зато, кажется, порицает дни Что в них совершается Как и мы обыкновенно говорим Дурной день провел Конечно по причине того Что случилось во время его И что бывает от людей лукавых А не от бога Итак, дни называются лукавыми По преобладанию Господства Злых людей Вопросы Значит мне нужен Такой же аппарат Какой был Сколько он стоит И нужно сделать Сегодня не перенести его Просто в дима Понятно все Да, видеокамера Видеокамера Какая у меня была Ты помнишь Ефесянам 5 глава 17 стих Итак Не будьте нерассудительны Но познавайте Что есть воля Божия Толкование Так как говорит В настоящие дни Преобладают дурные люди То вы как мудрые Старайтесь не подавать им Никакого повода против себя Ибо в том и состоит Воля Божия Чтобы соблюдать Себя чистыми Сохранением И верой Вопросы Вопросы есть Давай Давайте Никакого повода Против себя Среди дни Вопросы требуется Пояснение Какой повод Человек может дать Против себя Если иметь дело С нечестивым С нечестивым Все благочестивые Я так понимаю Вреди Как правило Он же завидует Благочестивому Будучи сам поражен Этим нечестим А вот Когда благочестивый Собращает грех Он тоже Подолков Против себя Так что тут Вроде как Как не крутись А подолков Против себя Ты по-любому Подашь Если ты С Христом Ты будешь За Христа Годимый Если ты Преступник Правонарушитель То будешь За правонарушение Наказуемый Вот так Как такие мысли У меня тут появились Возникли После прочтения Этого толкования Здесь Так говорится Что Подавать Никакого Повода Против себя Чтобы Оставаться Благочестивыми То есть Люди Дургие Вы как Утренний Старайтесь Подавать Никакого Повода Против себя Ибо В том И состоит Воля Божия Чтобы Соблюдать Себя Чистыми Сохранением И веры То есть Если даже Человек Безбожник Злобный Но Он Увидит Что Наши дела Наши слова Расходятся Из делами Он скажет Да какие вы Христиане Вы говорите Одно А делайте Другого Мне сегодня Брат Тоже Говорит У него Говорит Люди На работе Богатые Спрашивают А почему Так Священники Себя Ведут Они Совершенно Квери Отношений Никакого Нет Они Просто Занимаются Бизнесом И Их Это Смущает То есть Священники Подали Повод Повод И они Говорят Вот ты Говорит Тебя Сравнить Их Земля И небо Тебя Никуда Не позовешь Ни на вечеринку Ни на вечеринку Никуда Ни ничего Ты никуда А им Только пальцем Помони Они уже поехали Там Все И Сауна Светят И офисы И все И в офисе Сауне Все с ними И Понимаешь И они Вопрос Почему Они такие Они же должны Учить Они же должны Вести И брат Андрей А что Им ответить Я говорю Ну а так Я отвечаю Они неверующие Неверующие И в Библии Об этом Апостол Павел Говорит Из вас Самих Восстанут Люди Не щадящие И старые Они хотят Просто Увести Людей За собою За собой То есть Слово Божие Чуждо И поэтому Они ведут себя Не по слову Не верят И не соблюдают Себя Чистыми А человек Даже Извобный Но Видит Это И ему Даже Открывает Используется Тебя Так И ведет И поэтому Коли Ты назвался Христианином Назывался Груздем Полезай В кузовок То есть Надо Чтобы не было Нареканий Внешних В первую очередь Чтобы ты Пострадал Не как Злодей Не как Вор Не как А как Христианин То пожалуйста Ну и как Христианин Не нужно На себя Тоже Нарожен Лез Если уж Схватили То да А так То вот Спотайте Меня Тащите В огонь Это тоже Теперь Оцени Не одобряем Самому На крест Нарваться Ну вот У меня Вопрос Есть Вопрос Есть Сереж По сегодняшнему Дню А ты Думаешь Мы поступили Как рассудительные Что пошли В эту Как ты Сам Представляешь Я что-то уже Сомневаюсь Мне тут и батюшка И Катя Тихонович Говорят Ну что вы туда Пошли Ну стояли бы Там на площади Раздавали бы Чего вы полезли В это пекло Но меня Допустим Спутило то Что батюшка Начал Патриарха Поминать Я думаю Ну раз Патриарха Поминает Значит Что-то уже Срастается Думаю Может там Что-то изменения Какие-то Произошли Ну вот Проверили Как говорится Господь Так устроил Я не знаю Меня Дух Побудет Туда Пойти Я пошел Я тебе Приложаю Ты Согласился Ты Ты Бог Говорил Бог Мне повезти На Спартак Я предложил Надежду Васильевской Пойдем Пойдем Православная Ярмок Тем более Батюшка Передем Я на православную Ярмок Кто со мной Никто с ним Не поехал Мы поехали После того Как провели Песнопение Трапезу И поехали Мы Только для чего Ездил батюшка И для чего Мы туда ездили Где большие Разницы Понимаете И теперь Ну это Благословлял А он сразу Раз Все Отрекся Трижды Пяток Не пропел Да Не благословлял Мы проповедуем Там Где считаем Нужно А почему Тебе А теперь Зачем Такие вопросы Задавать А почему Вы там А почему Не там А почему Христос Пошел Франц Знаешь Там Торгуешь Молодец Это лучшее место Он бы Он бы Знал Что там В верте Просбойников И не пошел Бы туда Но ты же Не Христос Я христианин Я нашел Я пошел Туда Меня Лук Святой Туда Побудет Туда Пойти И пострадать Все Ты меня Убедил Еще раз Можем Пойти Только Бронежилеты Надо Одеть Когда Будет Выталкивать Чтобы Не так Больно Падать Было Ну Я Понимаешь Я Не Ожидал Видишь Мы Я У себя Веню В том Что Я Не Ожидал Такого Выпада Змеиного Броска Кобры То Если Я Стою С Камеры Он Очень Резко Меня Схватил Понимаешь Я Не успел Отскочить Ну Я Спортом Занимался Немножко Конечно И Годы Не Те Камеру Да Я Куплю Новую Не Вопрос Не С Даже Не Обсуждает Камера Будет Завтра Всегда Так Сережа Сережа Да Ты Подожди Пока С камеры Я Уже Заказал Магазин Мне На дом Привезут Мне Нельзя Утром У меня Запись Идет И Поэтому Ты Ничего Не Бери Ты Узнаешь Сколько Стоит Там И Тогда Уже Заплатишь Придется Сегодня Мне Взять Я Сейчас Только Заказ Сделал Мне Никак Нельзя Ну То Вам Надо Спасибо С Сделали Такой же Самый Где Около 17 Стоит Только Теперь Пожалуйста Брат Вспомни Когда Вы С Никитой Уходили Как Я Трясся Перед Вами Стоял Вы Только Смотрите Чтобы Никто Близко Не Подошел Да Нет Я Опять Говорю Опять То Я Все Время Дрожал И Наконец Оторвалось Теперь Батюшка Пришел И Говорит Они Там Были Да Как Они Пришли В чужой Дом Зачем Другого Не Могло Быть Это Их Дом Они Снимают Они Оплачивают Я Никогда Не Подумал Что Вы Пойдете Ты Спросил Про Книги Я Сказал Нет Четко И Ясно Что Вы Пойдете У У Меня Даже Порошинки В голове Не Было И Батюшка Говорит Да Как Они Пошли Не Благословились Ничего Так Что Это Большая Ошибка Была Тут Еще Не Надо Говорить Сейчас Просто Понять Что Мы Не Правы Нас Бог Испытывает А С Этим Еще Говорить Он Своё Понесет От Этого Ничего Не Изменится Тьма Останется Тьмою Дом Мой Если Батюшка Молится За Патриарха Это Выставка Была Сережа Выставка Была Они Как Тогда Адвентисты Были Седьмого Дня Они Платили Каждый День Сто Тысяч За Аренду Помещения Сто Тысяч За Территорию Там Убирают Уборщики После них Что-то Никак Нельзя Было Туда Идти С этим Туда Пойти Можно Было Покупать Что-то Это Выставка И на Выставке Это Никогда Не Позволят Сделать Была Допущена Ошибка И Так Все Совершилось Главное Что У Надежды Васильевна Документы Были Не знаю У вас С собой Были Или Нет Чтоб Закон Яровой Не Проглотил Вас На Это Даже Не Было Никакого Намека Сережа Сережа Ты Намека Не Надо Ты Просто Меня Помни Мы Проехали От Владивостока До Лиссабона Прибалтику И Скандинавию И Чего Не Было Чечня Везде И У нас Не Допускали Ни Одного А Вы Это Самонадеяние А Самонадеяние В один Из Грехов Входит Да Он Так Бросился А Ты Для Чего Был То Вы Здесь Иногда Снимаете Не Смотрите В Проводах Запутаетесь Это Просто Пример Его Надо Извлечь Нужную Пользу Были Неправы Теперь Больше Я Никогда Не Дам И Вы Купите Себе Сложитесь Как Ну Никак По-другому Мы Должны Делать Своё Дело У Меня Новые Люди Приходят Из-за Роликов Только Сейчас Разговор Какой Из-за Записи И Какой Пришёл Человек Из-за Записи Архипелага ГУЛАГа Даже Не Ожидал Что Так Будет Я Говорю С С Тринадцатого Года Теперь У вас По Су Здесь Третью Беседу Уже Наверное Провели Вот Так И Притом Говорит Человек Как будто Он Наш Совсем Он Всё Знает И Совсем Согласен Мы Работаем Не Просто Сидим А Мы Работаем И Наж Осознать Да Мы Повинны И Прости Нас Господи И Другим Это Будет Пример У Нас Опыт Теперь Есть Нам Голову Не Оторвали Вот Благо Какое А Мы Были Не Правы На Сто Процентов Да Во Славу Боже И Батюшка Конечно Огорчен Был Они Говорят Меня Увидели Лишь И Другую Сторон Поехали Совсем Я Говорю Нет Игорь Просто Любит Ездить По Пустынным Местам Меньше Нарушений Будет Не Был От Тебя Батюшка И Не Скрывались Я Правильно Сказал Но Это Сто Процентов Правильно Потому Что От Батюшки Скрываться Мы Наоборот К нему На Глаза Лезем Что Благословил Нет Сейчас Вы От Него Я От Них Прям Рядом Был Они В Другую Сторон Поехали А Я Был Мог Сказать Он Приходил Сюда Я Говорю Нет Они Тебя Не Видели Не Видели Они Остановились Игнать 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 Вы Лучше Меня Знаете Чем Батюшка Конечно Я Вас Очень Хорошо Знаю Я Говорю Игорь Поехал Потому Что Тут Более Безопасное Движение У Нас Деревня Один Был Шофер Ни Раза Не Штрафовали А Он Ездил По Улицам Где Никогда Милиция Не Среди Толпы Нет Одна Машина Бала Да Я Тоже Люблю Ходить Тебя Не Задавят В Момент Нашего Отъезда Батюшка Возвращался Так Понял Да Он Видел Как Вы Отъезжали Совсем Говорит Недалеко Но Повернули В Другую Сторону Говорит Как Так Может Быть Вы Поехали Около Элеватора Да Да Он Поехал По Батюшкам Он Тогда Все Согласился Я Его Убедил Убедил Но Благословения На это Не Было Я Не Знал Даже Не Подозревал Никогда Не Разрешил Пойти Это Нельзя Делать Это Выставка Это Их Деньги А Кто Мы Так Мы Для Них Еретики Сектанты Раскольники Недружественный Народ И Поэтому Мы Своё И Получили У Нас Сам Батюшка На это Можно Сказать Провоцировал Потому Что Он Сказал Кто Со Мной На Я Мы Даже Не Снали Когда Садились Ну Смотри Ну Действительно Это Ближе Чем Ну Всё Тогда Давайте По Ему Ну Да По Ему 5.18 Серёжа А Мы Убиваем Да По Обсуждаемому Вопросу Задать Такой Вопрос 5.17 По Поводу Повода Против Себя Иногда Мы Приводим И Сейчас Если Ты Привел Пример Когда Сослушился По Работе Спрашивает И Говорят Сравнивают Ну Что Такие Нехорошие Попы Они Поступают Таких Хорошо У тебя Другое Дело А я Вот О чём Подумал Ведь Не Только Такие Вопросы Задают Такие Вопросы Задают Повсеместно Но Задают Люди Которые Сами Дают Повод Против Себя Прав Не Входят Святое Писание Не Изучают И Ищут Старинку В чужом Глазу Ну А Священник Естественно Я вот что подумал В таких случаях Когда мне говорят За какого Священника Без названия Его имени Фамилии Звания Где он служит Я говорю так Если ты всё это видел Знаешь И промолчал Ну как у нас Написано В Писании То ты являешься Соучастником Той крови Которая на руках Этого человека Это первое А второе Если ты говоришь Неправду То ты разносишь Клевету И я в свою очередь Должна эту клевету Не разносить Омолчательнее Иными словами Истинности Да конкретно Это для того Чтобы нас никогда Не обвиняли В том Что мы нападаем На священника В заголи Не конкретизируя Личность Не конкретизируя Простутки А просто схватываем С уже слов Вот такие Голословные обвинения Обобщенные И начинаем Так сказать Их Транслировать Я думаю Что здесь Мы допустим Ошибку Если будем Распространять Такую информацию То есть Надо говорить Конкретно Ну Желательно Конкретно Не подавали Повод Что мы являемся Какими-то Разрушителями Тех людей Которые имеют Благословение От апостолов Хотя и говорят Святые Что даже через Ржавые провода Проходит Электричество Каким-то Каким-то Недостойным Сочетник Не был Но имея Апостольское Благословение Вот Он Так сказать Доходится Под защитой Божией И мы Как православные Не должны Давать их В обиду Заголить А облегчать Ну Увещевать По крайней мере Написал Апостол Павел Старших Увещевают А так Когда мы скажем Что вот Вы такие Нехорошие Ну Только грехи На себя Возьмем А пояс Никакой Для них Не будет Вот Такое У меня Суждение Возникло При прочтении Толкования Тефисиана 5.17 Я все Отошел Заголи Синоним Как это Вообще Не конкретизирую В общем Голословно Да Заголи Голословно А в общем Как бы Ну Есть такое Понятие Как Общее Без Конкретизации Какой-либо Личности То есть Получается Что Говоря В общем Мы все Загоняем В это Определение Вы Попы Нечестивые Но Из этой Тысячи И один Благочестивый Я когда Вспоминаю Вот Смотрите Фирири Сахарови Я никогда Его в это Общее Число Не Включил И поэтому Когда Говорит Обвинение Я буду Пояснять Что За этим Кроется Если Ты Хороший И критикующий Что ты Сделал Для того Чтобы Этого Не было Иными словами Останавливать Тех Которые Нападают На священство Голословно Или так Чтобы Покритиковать Наоборот Ища У них Какой-то Изъян Сережа Можно Я хотел Сказать Ну Давай Не будем Брать Каких-то Людей А возьмем Патриарха Алексея Второго Журнал Московская Патриархия 93-й Последний Журнал И первый Журнал 94-го Года Это У нас Такое Есть Материал Ивнатих Начал Лапкина К истинному Крещению Называется И там Взято Очень Много Материала О Патриархатом Погружении В воду Святыми Отцами Как они Об этом Говорят И в конце Приводится Вот из этого Журнала Речь Патриарха Алексея Второго Который говорит о всех священниках И говорит Каких разбойников Мы Напринимали В церковь Что они Вытворяют Они За деньги Рукоположение Продают Они за деньги Крещение Продают Они за деньги Освещение Машин И так далее Делают Берут До 10% Это Что же Такое Разбойники Церкви Нами Приняты От этого Нужно Всем Отстать Иначе Мы Будем Просто Изгонять Извергать Из сана Это Говорит Патриарх Алексей Если Пожалуйста Я назвал Номера Можете Открыть И прочитать Речь Патриарха Алексея Он Говорит О всех Священников Он Говорит О процентном Отношении Огромное Количество Не просто Там Несколько Священников И не Говорит Никого Поименно Так что Эти люди Они могут Даже не знать С кем рядом Выпивали Сидели Или В сауне Там Находились В парилке С женщинами Они просто Говорят Что это Священники Все Причем Они еще На меня Спрашивают А вот Ты с бородой Ты что Не такой Вот Ты не пьешь Ну Так вот Разговариваешь Все время Там Аид Англии Библии Они Молишься Чего-то Там Крестишься Они Ты из какой Секты Вообще Церкви Таких Нету У нас Священник Нормальный Он приехал Ко мне Я говорю Давай Выпьем Говорим Там Строим Материалы Для церкви И так далее Он говорит Спокойно Со мной Садится Пьет А ты Что Со мной Не пьешь Ты рядом Со мной Все время Работаешь Я говорю Потому что Я верующий Я не пью Просто Зачем Мне это Нужно Я говорю И так Всегда Радостный И веселый Потому что Христос Меня избрал Уже можно Проповедь Говорить Все Сергей Можно Сергей Можно Минуту Давай Я хочу По поводу Этой Дискуссии Игорь Говорит По поводу Священников Патриарх Алексий Исключительно По поводу Говорил По определенному Поводу Что Не крестят Попытка Как должно Поэтому Он их назвал Волками Не волками А этими Разбойниками Да Разбойниками Разбойниками Пропрали в церковь Это по сути Когда человек Спрашивает И обобщает Про священников Все это В перемешку Сергей правильно Сказал Так не должен Поступать Мы должны Конкретно По случаю Разбираться А так Мы на себя Берем грех Это 100% И проверено Несколько раз Самый хороший Для меня Будь Если патриарх Их обличил В конкретном Грехе То нам Тоже Не нужно Быть Голословными И обобщать Потому что Хотя Господь В Библии Он обобщает Все согрешили Все А может не все И он Часто По словам Все Подразумевают Многие Поэтому Если мы говорим Все То дайте нам Дыхалку Что мы имеем ввиду Не всех А В большинстве 99,9% Просто 99,9% Это долго Говорит Поэтому Говорим Все Но на самом деле Мы думаем Что не все Мы знаем Что Наш батюшка Не такой Он не пьет Не пьет Не матерится Понимаешь Одными словами Надо уточнять Многие Почти все Почти все Да Это я Согласен Ну Словам Тоже Не надо Все Говорит Все Попы Такие То Он Имеет ввиду Что Почти Все Ну Слово Почти Просто Он выбросил Или Миллионы Он же Не виноват Что Он не встречал Нормально Понимаешь Ну Мы же Не можем Согласиться Что Что Он сказал Все И мы Должим Сказать Да Аминь Должим Сказать Просто Тебе Не повезло А я знаю Одного Такого Или Другого Лапкина Там И все И вот Так Действительно Вот Тебе Не повезло Ты не Встретил Молись И Может Тебя Господь Почет Нормально Священно И Все И Шещанам 5.19 На Зигар 5.8 5.18 5.18 И Не Упивайтесь Винов От Которого Бывает Распитство Но Исполняйтесь Духом Полководия И Еще Геннадь Тихонич Отключите Микрофончик Так Громко Выпечатаете Ага Виноват И Сисянам 5.18 И Не Упивайтесь Вином От Которого Бывает Распитство Но Исполняйтесь Духом Толкования И Еще Обуздывает Гнев Потому Что И Не Умеренность Вине Делает Гневливыми И Дерзкими А Что Порисает Неумеренность Это Ясно Ведь Не Сказал Не Пейте Но Не Упивайтесь Но Пьянство Происходит От Неумеренности Так Как Умеренное Потребление Вина Доставляет И Здоровье 1 Тимофею 5.23 И Веселие Как Свидетельствует Давид Псалом 103.15 И Писание К тому же Говорит Притча 31.6 Дайте Вина Огорченному Душою То Есть Увеселение Находящимся В скорби Ибо Оно Смягчает Огорчение И Тоску Посему И Бог Создал Наши Тила Умеренными Чтобы Они Довольствовались Немногим И Стремились К Другой Жизни То Есть Неумеренное Употребление Ибо Пьянство Нездоровье Приносит Но Губит Не только Тело Но и Душу Это И Значит Распутство Трата Здоровья Или Же Словом Распутство В простонародном Его Употреблении Означает Здесь Плотскую Невоздержность Ибо От Пьянства Происходит Разврат Ну вот я Кстати Первый раз Встречаю Толкование Что Распутство Это Трата Здоровья Распутник Понятно Распутник Какое Значение Имеет Поэтому Мы Должны Маленько Туда Наклонять Ухо Он Их Имеет Именно Такое Значение На Толкование Второе Он Берет Это Более Подходит Вот Я Не Не Против Бывает И Два И Три Смысла И Я Принимаю Сам Песня Песня 5 19 Назидая Самих Себя Псалмами И Словословиями И Песнопериями Духовными Спая И Воспевая В сердцах Ваших Господу Толкование Хочешь Говорит Веселиться И Испекай Наполнять Себя Вино А И И И И И И И Себя Духом Святым И Этого Ты Достигнешь Если Научишься Псалмопени И Поющие Псалмы И 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 Развлечения Есть сравнение такое. Кто поет псалмы в сердце, тот внимает тому, что поет. А ведь у нас на богослужении, в наших храмах, псалмы занимают, но так может одну треть, если не больше времени богослужения. Но мы не поем и не внимаем этим псалмам, потому что мы их не понимаем. Они поются на церковно-славянском языке. Если по-русски про себя можешь повторять, мы читаем их честом, слов, то как повторять на языке, который ты не понимаешь? Вот вопрос какой возникает. Вроде как и поются псалмы в храме, и слышим их, но не слушаем. Идет какая-то сплошная музыка, звук. Вот на такую мысль меня навело это толкование. Будут иметь в виду общение со своими коленами. Я хочу сказать на понятном языке, чем тьму на непонятном. У меня раздовелось, было богослужение, а я показывал глухонемым указкой. И я, как бы, душа более очищена была, чем если бы я пел на непонятном мне языке, чем я показывал. То есть кто-то поет, а я показываю. Я понимаю, о чем поют. У меня душа, как говорить, буду молиться духом, буду молиться и умом. Мне умом приятнее молиться, чем духом. Как бы пить, дух молиться, но ум остается без плода. Ты действительно, вот. Ну а тут духом, как бы, я не пел, но я показывал. И я, мне вот думок больше. И, по-моему, лучше пять слов на понятном, чем тьму на непонятном. Лучше. Поэтому я с тобой тут полностью согласен. И защитники церковно-славянского языка, я просто, как бы, ну, я давно уже говорил, что мне бы хотелось, чтобы все богослужение было на понятном. Ну, тут сразу раз, ошесточение такое. Вот. Нам, главное, вот, от общения чуть-чуть, надо и с этим смириться, да и остановиться, да и слава Богу, а то и это от него. Лучше синиться в руках. Ты тоже, как бы, понимаешь это. Ну, хочется, я же уявляю, да. Сереж, так ты скажи, как у нас в храме происходит песнопение псалмов-то. У нас-то в храме на русском языке мы, это, вернее, читаем на русском языке псалмы. Поем-то, да, на церковно-славянском. Но мы уже многое знаем. Да, даже интонация, когда ты читаешь, и когда другой брат читаешь, совершенно, как бы, ты прилагаешь сердце. Мне нравится, даже проповедь, когда ты говоришь, я с тобой. Другой кто-нибудь, ну, как-то в одно ухо влетает, в другое влетает. Потому что я вижу, что человек не прилагает к тому сердце. И Господь, он говорит, я не знал вас, вы не прилагаете к тому сердце. Отойдите от меня, все делающие беззаконные. Я хочу сказать, что вот я проповедь, когда читаю, готовлюсь к проповеди. Это раз еще. А второе, когда вот читаешь в храме проповедь, то какая-то ответственность на тебе чувствуется, понимаешь? Я до такой степени иногда устаю, и потею так сильно. Прямо такое волнение постоянно идет, непонятно. Ну, я не знаю, Господь так делает, чтобы я все время волновался. Я все время как будто стою перед ангелами, что ли, не знаю, какой-то экзамен сдаю перед самим Христом. Поэтому я и стараюсь до конца как бы все вложить. И я как бы проповедь внутри себя говорю, когда предложение Златоуста читаю еще. Сережа, я скажу? Да. Вот он говорил, потею, я за это ухвачусь. Это здорово. Это Игорюх очень полезно было бы, чтобы он проповедей 5 считал каждый день. Да, с выражением дома-то. Ему не надо будет никаких лекарств принимать. У него сердце все заработает нормально. Шахматисты до 4 килограмм теряют за один сеанс. А у него это даже может 4,5. Так, сейчас я узнал, сколько стоит. 18 тысяч 300 рублей. Запомни. Ну, слава богу, недорого. Да, недорого. Там есть 27, я говорю, зачем же это? А то может купить за 27. Заплатишь, нет? Ну, если мне долги отдадут, то я раздал, брат у меня один просил. Я, правда, ему на два месяца дал. А этот, Даша, Алексей, загуляй, и он попробует отремонтировать. Хорошо. Ну, нет, она 27, она стоит, переплачивать десятку. Смысл какой? Если фонарит... Ну, ладно. Все, понял, не будешь. А смысл покупать за 27, если фонарит... Ну, ясно делал, что качество лучше. Что-то там другое есть. Качество? Ну, ладно, не буду, не буду. На чужом хребте не найдешь в рай. Дефицианам 5,21. Аллилуйя. 20. 5,20. Так, я сейчас скажу Сергею Игнатову. Слышишь меня, Сергей? Да. Вот тебя мы тут зазомбировали, видать. Ты прям совсем стал наш. Нагляди, чтобы тебя там свои не задолбали. Ты приготовься к этому. Они будут называть сектантом, раскольником. А ты молись только за них. Улыбайся в ответ, как юродивые. Все. А некоторые от меня отвернулись уже. Ну вот. Только нигде не рыпайся. Спокойно веди себя. Сказал, помолись дальше. С наскоку тут еще не получится. Вот так. Так что скажут, зазомбировали его и все. Мы сегодня на воскресном занятии было аж три человека. Смотрели видеоролик. Златоуст из Потерянки. На дном дыхании. А потом слушали утреннюю молитву. Я бы раздавал визитки. Но не всем еще. Сейчас я с одним разговаривал, на меня вышел. И он в кочегарке работал. И какая-то система, где много аудио. Я давно хотел послушать архипелаг ГУЛАГ. И он там наткнулся, разное слушал. На моем остановился. А вышел на канал. Уже с 13-го года у нас торчит здесь. И сейчас вот вышли, разговаривает, как будто бы наш человек. Вот удивительное дело. Через что люди выходят? Даже не знаю. Я когда-то на катушке насчитывал. Но и рассылали везде. И один слушал. А там все стерто. Неизвестно кто. А потом появились мои книги у них. И он стал читать. И говорит, до того это похоже. И он тогда мне позвонил и говорит, это не ваши пленки-то. Ну да. А может я к вам приеду? Говорю, что тебе делать-то тут? Ты сиди там дома, работай. Я его не принял. Он второй раз позвонил. Третий. Тогда разрешил. Приехал, он сам покрестился. И мама покрестилась. Она отошла уже теперь от него. Один из самых близких людей. Михаил Михайлович Кальмаев. Вот как. Геннадий Тихонович. И сегодня читал толкование. Вот. Ваша книга. Да. И ваши комментарии были просто, ну как бы, заключительным мазком. Тому, что написано святыми отцами. Очень необходимое. Да. Я могу утверждать, что толкование Блаженного Фефилакта у нас вот это вышло. Оно имеет 8 пунктов, параметров, которых нету в самых лучших изданиях. Во-первых, красочно сколько? 240 иллюстраций Густава Дорре. Мы его раскрасили. Красиво? Да. Женщина увидела раскраску и сказала. Так это же, смотрите, нету венцов на головах. Я говорю, а какой венец может быть на голове Каина? Да. Ну и здесь, смотрите, как легко искать глава, стих, книга. Это все тут был у меня и романах подсказывали. Моего тут еще нету. Я все время обращался за помощью к директорам разных типографий. Советы искал. Какой крест на корочке. Вот. Каким шрифтом написать все здесь. Закладка, кругление корешка. Вот сколько здесь новинок было внесено в это. И чтобы золото не обетчало на книге, я скотчем заклеил ее. Да, да. Показывали библиотеку Путина, президента Российской Федерации, и видели эти книги, у него стоят на полке. Спасибо, Христос. Аллилуйя. Так, вопросы у кого-нибудь есть? Не по теме можно. Уже сейчас прошел какое-то дело. У меня есть. Пожалуйста. Вот, Ефесиным 5.10. Испытывайте, что благоугодно Богу. Дальше идет толкование. Испытывайте. Есть дело совершенных, могущих судить. Вот слово судить здесь, как бы, я не знаю, двояко. Судить, то есть совершенный может сказать как приговор. Выносить как приговор. То есть благоугодно это Богу или неблагоугодно. То есть слово судить здесь можно так понимать. А можно понимать слово судить просто как рассуждение о чем-то. То есть, надо вообще понимать. Только так. Осудить Господь будет. Первое користом 4.5. Вот это запомни. Оно поборает все места. Да коли не придет Господь и не осветит сокрытый вам брак. Он еще не пришел и не осветил. И тогда будет, и тогда будет то, что должно быть. А сегодня, ну, могущий рассуждать, он рассуждает. И полагает конец в споре. Бывает так. Человек знает дело, к нему обратились. Он ответил. И это даже у уголовников есть. Третьейский судья какой-то там, ну, в уголовном мире решает. Так же есть и у верующих. И везде обращаются за помощью. Но у нас должны быть доказательства из Священного Писания. Надо смотреть. Иоанн Златоуст предупреждает. Избирая пастыря, смотри, не избери волка. Вот и все. Верующий может судить обо всем написано. Да. Обо всем. А о нем, говорит, никто не может судить. Никакие там Смирновы, никто. Судить как рассуждать. Да. А не судить, я так понимаю. Да. Не выносить окончательный приговор. А какое-то решение вопроса какого-то. Даже и не о человеке, а о событии. Ну, конечно, по слову Божьему. Конечно. Аминь. У меня все, спасибо. Игнатий Тихонович, это Роман. Да. То есть, получается, вот по поводу, да, вот сейчас сказано, не может рассуждать. То есть, не может по слову Божьему рассуждать. То есть, как бы заключать Божий суд, да, получается. Так что, не заключать, а как бы рассуждать как по Божьему суду. Пока по человеческому суду он понимает. Хорошо. А как по Божьему суду он не понимает. Так правильно? Я понял. У вас волосы, которые тут отрезали, отросли, или вы их режете? Режем. Режем. Вот видишь как. Вот и все. Почему? Я тебе показал Писание. Если мужчина растит волосы, для него бесчестье. Ты сразу согласился. И в последний день пребывания у нас ты стал маленько другой уже. Ты уже кое-что прицепил от нас. По слову Божьему, конечно, только по слову Божьему. Ибо оно будет нас судить. И поэтому в этот регламент нам надо входить. Сейчас показывают в интернете, вот, кто не зарядите. Авария какая была, байкеры, знаете, кто такие? Мотоциклисты гоняются. Ну и они погнались там, игумен. Игумен, там, пиларет или кто-то за рулем. И все это заснятое. Машина едет и съемка ведется. И они там на обгон пошли, двое-то. А и на встречную полосу, и ударились. А несутся, только мелькает все. Да главное, не убило, а разнесло на куски. На куски от удара. И все это прямо в интернете показан сам момент, когда их дым и пыль на асфальте поднялся, и все, и горит. Куда гнали? Зачем? Никуда не надо. Вот один из вас кто-то у меня был, кто гонял на мотоцикле-то. Кто из вас, Андрей? Я, ну... Ты, вот, я сказал сразу, не надо... За смерть. Это риск большой, зачем гнать-то? Уже не гоняю, три года не гоняю. Молодец. На дорожный перешел, на дорожный мотоцикл, на спортивном не езжу. На дорожном крайне редко и очень потихоньку. Так, понял, молодец. Вот я суждение вынес, молодец назвал. Можно придраться. Откуда ты знаешь? А он сейчас пойдет и будет по карманам лазить. Вот я как раз и думаю, что не будет этого. Озеро, на котором вы работали-то здесь. Сейчас посмотрите, какое получилось у нас. Там загляденье, какая красота. Какие березы, осины. Один бок березовый, другой осиновый, а третий клен пошел. Я все время думаю, откуда в этом озере будет вода, если там нет родников подземных. Ну вот будем думать. Экскаватор не могли нанять. Надо, я думаю, колодец копать, сруб вставлять, чтобы оттуда вода прибывала. Докопаться до родника. А без труба она заилится. Мы экскаватор один раз пригнали, сделали четыре колодца и все заилило. Ну вот так. Я слушаю, какие вопросы. Давайте, а то отойду. Игорь Игоревич, вот я показываю себя, что я действительно это умрую. Ну я вижу. Все. Все хорошо. Хорошо. Спасибо. Ты скажи, Великий Иларион Великий, а Слово Великий, как Василий Великий, за 20 столетий только 17 человек удостоились этого звания у церкви. Великий. Иларион, написано в житии его, говорит, монахи каждый год отрезали себе волосы сами. Волосы. Они же пустынники были, но они не растили их большими, а обрезали, написано. Так всегда. Посмотри на иконы святителя Христова Николы Чудотворца, Иоанна Златоуста. Раньше такая стрижка была вот так, короткая, и называлась подбокс, полубокс. Так вот, как будто они там подбокс подстрижены. Посмотри даже на иконах. И посмотри теперь, какой-то там метрофан сидит, и по плечам у него эпифана затворника. А это не так давно пошло, может быть, лет 250. Так Иисуса Христа на иконах начали изображать словами, как у женщины. Ну, они рисуют длинные волосы, он был Назареем, а он не был Назареем. Это обман. Он из-за местности назывался Назареем. Ну, допустим, вот в Москве зовутся Москвич, Барнаулиц вот у нас. Он не был Назареем. Не был. Он из колена Иудина был. И от города Назарета, где жил, стали называться Назаретами, Назаретянами, Назареями. А он пил вино. Пьет вино, говорит, а Назарея вино не пили. Игнатий Игоревич, да, еще вопрос можно, Сергей? Можно. Можно. Вот по поводу предания, то, что вот у нас... Есть святые, как бы, общность святых, которые говорят одно, есть общность святых, которые говорят противоположно. Или около противоположного, да, что-то другое. И вот я понимаю, что надо сверять по Священному Писанию, как оно в Священном Писании. Ну вот, да, вот в этом вопрос. То есть критерий истинности, получается, в Священном Писании. Но все равно, как бы, говорят, но мы же не можем все понимать в Священном Писании. Как же вот это выделить, вот такого, понимаю, нет выделенного предания, предания, как бы, где сказать, вот, вот это вот истинное, говорили святые. А вот здесь вот они говорили не очень. Такого нету. Просто сборник, как бы, все полностью, что одни говорили, сборник, как бы, все, что другие говорили. И критерий, то есть, Дух Святой, то есть, молиться, чтобы понимать, как что, вот вас слушать, вы как-то вот своей жизнью доказываете, показываете, как оно правильно, тоже, ваше общество. Видите, Роман, вот, когда Блаженный Афиапилахт, он же был архидеяком сначала. И он стал... Архидеяком сначала. Что это такое? И он стал вот это толкование-то давать, и написано, по святым отцам. Он брал, что до него было сказано, вот у меня трехтомник который, но большее предпочтение отдавал Иоанну Златоусту. Вот и все. Если церковь его назвала Золотые Уста, и поэтому абсолютно все, ну не буду же я воронять с Игнатем Брещаниновым-то. Я имею в виду не только вот те вопросы, которых касался Феофилак Блаженный, а еще и много же у нас в жизни других вопросов, которых он не касался после своего толкования. Или, может быть, Иоанн Златоуст даже тоже не касался. Вот, я имею в виду про вот такие вопросы. Ну вы на нашем сайте зайдите и посмотрите. Вопросы, которые мне задавали в университетах, там, по радио. 4124, это только сохранилось. Их, может быть, было там 20 тысяч. Меня побудили к этому сохранить и издать в книгах. И вот получилось 30 томов. Это не просто же книжечки, а по 752 страницы везде. И вопрос, это иногда один вопрос на несколько страниц отвечаешь. Я беру всех, которые святые отцы. А какого предпочтения? Ну, предпочтение тот, что сходится со Словом Божьим. Серафим Саровский говорит, когда Дух Святой покидал меня, значит, он признает это, я отвечал неверно. Вот это и ответ. А как отвечать? Когда ты свободен, ни перед кем не отчитываешься. Вот я книги писал, у меня рецензоров не было. У меня только совесть моя и Бог. Все. Поэтому так свободно и говорено, и писано. Я для Бога это делал. В страхе Божьем, в посте молитве. Это сегодня так думают. Мне надо было насчитать златоустые. Это я еду в Новосибирск, а это 250 километров. Постился, у архиерея благословился, и тогда насчитывал. Я насчитывал и сгорал с ними, замерзал в месте. Поэтому оно так и слушается. Вот возьми, тут у меня на сайте написано «Отец Арсений». Книга такая. Я ее насчитываю. Так люди без слез слушать не могут. Почему? А я читаю и плачу. Бог позволил мне войти в его состояние духа. Все. Спасибо, Христос. Аллилуйя. Юлия Амур, Курская область, задает вопрос. Куда я попала? Это РПЦ или все-таки не совсем РПЦ? По благословению? Вопросительный знак. Ну, еще надо ей. Ну, вот она с нами слушает. Ну, ответил Христос, говорит, по делам, говорит, судите, по делам. Господь Христос ответил. Тоже не знали, откуда он, кто такой. Откуда знает Писание, не учившись. Эти претензии-то были к Спасителю. Гнали меня, будут гнать и вас. Ну, я назовусь тебе. Я сын царя Соломона. Ну, и что из этого? Ну, ладно. Я племянник Гитлера. Еще из этого. Скажи, кто ты? По делам смотрите, по словам. И тогда будет видно, как... Зачем я буду набивать цену себе? Книги – это то, что за нами остается, когда мы уходим. Вот что строим, все уйдет, а книги остаются дольше всего. Тем более, если я их развез по всему миру и высылаю, то ясное дело, что кое-что останется. У Сергея остались... В книгах же есть благословение и есть... И там написано прямо, вот, трехтопник или благословил, кто епископ, Евтихий, Курочкин, РПЦЗ. А потом он стал домоделовским У патриарха Кирилла Чувак, это и легче станет Она больше будет знать Нет, конечно Ей этикетку покажи А там под ней хоть Самое негодное заложи Этикетка нужна А я вот когда беседую Где-то на улице с кем-то Ну вот смотри, там Плоховато, но видно все же По благословению Видишь, преосвященное в тихие Вот Если человек не разбирается Разговариваю с кем-то И я его не спрашиваю даже Какой он ереси или веры Беседую и дальше проясняется В разговоре, видно Главное, сектанты определить По трем вопросам можно Первый вопрос У всех одинаковые иконы, это идолы Православные так не думают Второе Они верят, что тысячелетие царства Будет когда-то А по православным оно идет С Голгофы Две тысячи лет И третье У них понятия о церкви Никакого А церковь это тело Христово Они голову Христа признают Православное учение взяли А Троица А слова Троица Это в Библии нету А о церкви вообще никак не признают Где двое или трое Собрались Это обман Не собрались, а собраны И притом во имя мое Поэтому, как бы ни говорили Я не Гожий, но Божий Буду держаться здесь Вне православия О спасении речи не надо вести даже Мы счастливые люди Что нам Бог открыл Истину православия Со святыми отцами С канонами Я знаком был С ксенцем немножко Ну, эти Католики Я никак не мог добиться Сколько время у них пост идет Вот у нас В году 365 дней Больше половины постные дни Больше половины А у них оказывается Один день в году Но разница все-таки есть Один день Вот так Еще вопросы у кого? Пожалуйста, задавайте Ефесянам 5.20 Благодаря всегда за все Бога и Отца Во имя Господа нашего Иисуса Христа Толкование Всегда Не в покое только Но и в печали И не за благое только Но и за прискорбное За то Что знаем И за то, чего не знаем Потому что все Служит к нашему благодеянию Хотя мы и не сознаем этого И должно благодарить Отца Во имя Господа нашего Иисуса Христа То есть призывая Имя Господа Иисуса И обращаясь к Нему Как посреднику И благодеяния И самого благодарения В Ефесянам 5.21 Повинуясь друг другу Страхи Божии Толкование Вот опять Любовь Ибо из нее Проистекает Повиновение Друг другу Не по мирским Или человеческим Каким-нибудь расчетам А в страхи Божием Ибо Повинующиеся Друг другу Ради Бога Никогда не впадут Соблазь И не разойдутся Имея такую Порочную Связь Прочную Простите Никогда не разойдутся Если имея такую Прочную связь Благодарю Ефесянам 5.22 Жены Повинуйтесь Своим Мужьям Как Господу Толкование Недаром И Ненапрасно Павел Прилагает Великое Попечение Супружести Ибо И Бог От начала Особенно О нем Заботился Ибо С Адамом Соединил Сестру Его Нет Больше Дочь Да что я говорю Его Собственную Плод Потом С размножением Рода И Пределы Брака Расширил Чтобы не заключить Любви в тесные Границы Только Родственных Отношений Да и Жизнь Наша На супружестве Держится Посему И говорит Жены Повинуйтесь Своим Мужьям Ибо Если Согласием Будет Отличаться Супружества То И дети Будут Воспитаны Хорошо И Слуги Будут Исполнять Свой Долг И Все Что Касается Соседей И Друзей Будет Хорошо Служите Же Как Господу Как Же В другом Месте Написано Если Кто Не Разлучится С Женой И Жена С Мужем Тот Не Может Следовать За Мною Лука 14 26 Ведь Если Должно Служить Как Господу Как Же Говорить Что Должно Разлучиться Ради Господа Потому Что Слово Как Не Везде Обозначает Совершенное Равенство Или Повинуйтесь Зная Что Служение Богу То Если И Не Для Мужа Собственно Но По Крайней Мере Для Господа Ибо Если Противящиеся Высшей Власти Противятся По Велению Господа То Тем Более Противящиеся Мужу И Напротив Повинующиеся Мужу Повинуются Господу Вот Странно Впереди Написано Повинуйтесь Друг Другу А Здесь Жены Повинуйтесь Мужьям То есть Это Вывод Что Жена Не Друг Получается Что Друг Друг Муж Не Должен Жене Повиноваться Или Легов Если Фона Друг То Я Должен Ей Как Друг Повиноваться Потому Что Впереди Скаж Повинуйтесь Друг Друг А Здесь Жены Повинуйтесь Мужьям Сергей Это Не Друг Означает Один Другому Вы Друг 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 За Руки Держитесь Один Второго А Не То Что Это Друзья А Еще Сказано И Враги Вам Домашние Ваши Друг Не Не Все Серебро Что Под Носом Блесит Ибо Он есть глава по Его словам и Спаситель, а жена вместо подчиненного, ибо она есть тело. Как Христос, будучи главой церкви, печется о ней и охраняет, так и муж есть охранитель своего тела, то есть своей жены. Как же после этого не должно тело подчиняться главе, которое печется и охраняет его? На этом мы закончим сегодня. Продолжим, если Бог даст, в среду. В пятницу, возможно, занятия не будет. Я, скорее всего, это потеряю. Так что, будьте готовы, могу я остаться, 50 на 50. Предупреждаю, возможно, занятий в пятницу не будет. В среду будет, если Бог благословит. А кто-то другой сможет читать? А вот, может быть, знаешь, что? Андрей Рогачевский, а ты сможешь занятия в пятницу провести? В пятницу? Да, если я потеряю, у нас день деревни, просто хотелось съездить. Ну, давай ближе к какой-то, вот в среду занятия будет, и там я уже определюсь конкретно, как бы, тяжело мне сказать на пятницу сразу же так. Тяжело, да? Ну, давай, до среды тогда, да. Конечно, я иногда не присутствую, так что, ну, не могу сказать за пятницу. В среду определимся, если да, то прочитаю, конечно. Слава, может, я еще и не поеду проведу, так. Светися, светися, Новый Ярусторий, слава Бога Господня, на Тебе восстия. Ликудини, веселись о Сионе, Ты же чистая красавица Богородице, остали Рождество Твоемо. Дайте, помолитесь. Милосердный Создатель Господь и Бог наш, мы предстали перед Твоим величием вас благодарить за прекрасный воскресный день, напоминающий о Твоей победе над тьмой и над смертью. Дай нам память и запомнить, что Дух Святой открыл святым апостолам через Господа нашего Иисуса Христа, и этот свет донести до людей, не знающих Тебя. Господи, благослови нам пережить это искушение и быть более благоразумными. Брата Акима, путешествующего, Тебе слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Отключай меня поскорее. Отключай меня поскорее. Аминь. 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 Субтитры сделал DimaTorzok